Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Нахимичили. Пожаром в школе номер 7 заинтересовалась прокуратура. Прибытие чудотворца. Рака с мощами Сергия Радонежского уже в Рязани. По жизни с верным спутником. Нужна ли нам ревакцинация от ковида? Мнение специалистов. Начнем с чрезвычайного происшествия. В центре Рязани горела школа номер 7. Пожар возник на первом этаже в кабинете химии. Кто это там так нахимичил, выясняла наша съемочная группа. Вызов на пульт дежурного поступил в 20.46. Когда пожарные расчеты прибыли на место, горело помещение на первом этаже. Дотошные журналисты уточнили. Это был кабинет химии. Сухая сводка от МЧС изобилует цифрами. Пожар ликвидировали в 21.10. Площадь возгорания 50 квадратных метров. На месте работали 35 человек и 11 единиц техники. О пострадавших не сообщалось. Причины установят следствие. Впрочем, в прокуратуре инцидентам тоже заинтересовались. В ходе проверки, проведение которой порочен прокурору Советского района города Рязани, устанавливаются все обстоятельства происшедшего. А также будет дана оценка соблюдения в образовательном учреждении законодательства о противопожарной безопасности. Действия бездействия должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние в школе. Уже по результатам проверки прокуратура примет меры реагирования. Исчерпывающие, как говорят в ведомстве. Но это при наличии оснований. Напомним, в школе номер 7 был организован избирательный участок. А в воскресенье здесь голосовал Павел Малков. После небольшой экскурсии он заметил, что зданию нужен ремонт фасада второго корпуса. Впрочем, в конспирологию вдаваться не будем. Возможно, причиной возгорания в кабинете химии стала обычная человеческая халатность. 13 сентября занятия в школе номер 7 отменены. Сегодня в Рязань доставили частицу мощей преподобного Сергия Радонежского, почитаемого православными христианами как чудотворца. Раку доставили в 7.30. Рязанская епархия транслировала церемонию. За ней последовала божественная литургия. Внесение мощей Сергия Радонежского в Рязанскую темлю совпало с кануном церковного новолетия, а также с годом 600-летия представления или смерти святого. Преподобный Сергий приезжал при жизни к нам, в Рязанскую землю усмирить князей. Так и вот сейчас, в смутное, в такое тяжелое время для страны, мощь преподобного Сергия привозит в землю Рязанскую, и по всей земле русской будут они путешествовать. То есть это большая радость. Преподобного Сергия Радонежского почитают как заступника наряду со святителем Николаем. Этот святой крайне близок по духу русскому человеку, потому и обращаются к нему за помощью. В нашем городе Сергий Радонежский бывал. Свидетелем его пребывания остается Троицкий монастырь. Событие это имеет не только духовное, но и историческое значение. Мы будем стараться, наверное, молиться и надеяться, что преподобный Сергий в такие достаточно непростые времена угребит, даст нам мудрость, даст нам правильность мыслей, решений и наших каких-то бытовых вопросов. Ковщег с частицей мощей святого будет находиться в Успенском соборе нашего города два дня, сообщает Рязанская епархия РПЦ. Сообщая о том, где и когда увидеть святыню, поклониться мощам, священнослужители также опубликовали расписание богослужений в дни пребывания Ковчега. Каждые полтора часа с 9.30 до 15.30 проходит молебен с пением Акафиста. В 17.00 начинается вечернее богослужение. 14 сентября божественная литургия начнется в 7.40 утра, а проводы святыни с чтением молитвы преподобному Сергию запланированы на 18.40. А буквально накануне 12 сентября православный мир вспоминал такое событие, как перенесение мощей Александра Невского. Какое отношение полководец, а кроме того, святой православного пантеона, имеет к Рязани, смотрите в нашем следующем материале. Старая Московская дорога. 200 лет назад здесь заканчивались границы города Переславля-Рязанского. А сегодня это западная часть старого центра Рязани. К сожалению, забытая и заброшенная. Современным рязанцам улица Семинарская известно тем, что на ней располагается 14-я больница, железнодорожный техникум, а дальше начинается район Бутырки. Само здание больницы, между прочим, не только памятник архитектуры, но и часть древнейшего в городе архитектурного ансамбля. Встречает замечательным ансамблем, стоящим из трех особняков, дворцов. Потому что вот к этим домам применимое слово особняк, дом, здание, со-здание. Это градская больница начала 19 века, это дом трудолюбия справа флангом правым, левым флангом редутный дом. Один из первых классических особняков старого города, который появляется на этой уже улице Семинарской. В этом явно требующем ремонта великолепном здании, построенном в античном стиле, прекрасен не только внешний вид. Внутри сохранилось помещение домовой церкви, градской больницы. В советские годы алтарь и иконостас разобрали, четырехъярусную люстру сняли, а фрески закрасили. Сохранить удалось колоннаду, сводчатые потолки, изображение спасителя. Сегодня оно так и висит, в скромной рамке, напоминая о том, что было здесь почти 200 лет назад. Церковь была посвящена Александру Невскому. По преданию, поллегенда, что даже мама его была, рязанской княгине Феодосия. И окончил он свой земной путь, тоже на рязанской земле. Предполагают некоторые историки, потому что два городца было. Один на Волге, там вниз, другой на Ке. Это не что иное, как город Касимов нынешний, называвшийся городцом Мещерским. В архитектурный ансамбль на старой московской дороге, ныне на улице Семинарской, входил также редутный дом. Сегодня здание заброшенное и находится в аварийном состоянии. Кирпичную стену размывает, она рушится, колонны вот-вот упадут. Здание пустует. Хотя еще несколько десятилетий назад здесь был корпус военного госпиталя. Редутный дом – это памятник, с которого начиналась классика в нашем городе. То есть первенец. Возможно, название появляется, когда здесь в екатеринское время появляется ров и вал к ограничению города. Дело в том, что прямо за редутным домом как раз был тот самый ров и вал. Он с трех сторон окружал старый город XVII века. Поэтому редуты – это укрепление, система укреплений, которая охраняет город. А за парадным архитектурным комплексом с колоннами. Во дворах забытое и полуразрушенное кирпичное сооружение с башенкой, которое напоминает о времени постройки – 1884 год. Конец XIX века. По предположению краеведа здесь могло располагаться некое производство – маленькая фабрика. Мы связались с историком Александром Дударевым. И, возможно, в скором времени он найдет архивные данные. А нам удастся узнать о предназначении этого объекта. Марина Романюк, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Выборы в Рязани прошли спокойно, в рамках закона и без серьезных нарушений. Жалоб практически не было, и это особенно ценно. С этих слов начал заседание регионального правительства Павел Молков. Он отметил высокий уровень организации, а затем, уже по традиции, спросил с чиновников за организацию работы с населением на местах. Нам нужно работать для всех жителей области вне зависимости от того, как они проголосовали. С этого великодушного жеста Павел Молков начал заседание правительства. По его словам, выборы губернатора как кампании были прекрасны. Результат тоже, разумеется. Так что заявил пока еще с приставкой в Рио губернатор «Начинаем работу, засучив рукава». Работа предстоит всем вместе, решать задачи, которые перед нами ставят жители. Предстоит серьезную социальную сферу укреплять, здравоохранение, систему образования. Много отдельных задач. Общественный транспорт, дороги, ЖКХ, благоустройство в каждом муниципалитете. И вот знаете, я в соцсетях часто читаю, что, наверное, вот эти все наши активности, они были только к выборам. Да, люди пишут, что неплохо, хорошо, что вот что-то происходит, но, наверное, после выборов все это закончится. Вот нам предстоит сейчас доказать обратное. Только наращивать и наращивать темп. Наращивать темп – это в том числе спрашивать чиновников за обращение граждан. Традиционная пятиминутка ответов на вопросы с прямой линией растянулась втрое дольше. Павел Молков в каждом вопросе был дотошен. В селе Власово не ремонтируют дорогу и местный клуб. Глава региона придал процессу ускорение. Еще одна важная тема для районов – чистая вода. Локальные месячковые решения – не вариант. Пока есть деньги, заявил губернатор, вопрос надо решать комплексно. У нас вопрос по чистой воде в приоритете. Это касается всех территорий. Везде слышу замечания к власти. Соответственно, надо решать, используя все возможности. И региональные программы, и федеральные проекты «Чистая вода». Возможности сейчас есть, поэтому то же самое. Посмотрите на все федеральные проекты и программы, где бы мы могли еще принять участие. Везде там, как правило, требуется финансирование, мы его готовы выделять. Деньги региональная власть готова тратить адресно. В Сараевском районе Павел Молков обещал капитальный ремонт поликлиники. 10 миллионов рублей на это уже есть. И следующим летом работы обещают завершить. Еще одну историю с грантами губернатора и конкурсом ТОСов на благоустройство территории решили завершить хэппи-эндом. Деньгами оплатят все 36 заявок. Цена вопроса – миллион дополнительно. Павел Молков эту идею поддержал принципиально. В мэрии рассказали, когда дадут отопление. Такая информация появилась по результатам еженедельного совещания в мэрии. На, пожалуй, самый важный вопрос на сегодня ответила администрация города. Жителям напомнили факторы, которые влияют на отопление в домах. Ключевой из них – среднесуточная температура воздуха. Должна продержаться 5 дней на отметке меньше плюс 8 по Цельсию. Пока такого не произошло. Однако в мэрии уточнили, что почти 100% объектов в социальной сфере прошли опрессовку и готовы к пуску отопления. Этот показатель ниже в жилых домах – 89%. И снова речь о теме, что называется «наболевшей». Статистика, вновь подхвативших ковид, медленно, но верно растет. Врачи напоминают, что вакцинация – лучшая мера по борьбе с коронавирусной инфекцией. Однако темпы этой самой ревакцинации пока не высоки. Наша съемочная группа встретилась со специалистами и выяснила, нужна ли вообще эта повторная прививка. Новая волна коронавирусной инфекции уже в Рязани. Специалисты подсчитали, она уже шестая. За сутки выявлено больше 360 зараженных. По этой статистике Рязань занимает 41 место по стране. И непонятно, радоваться тут, ведь цифра небольшая, или грустить все же – болезнь серьезная. Врачи практически в один голос утверждают – нужна вакцинация. В прошлом году уровень самосознания был высок. Но тут свою роль сыграли и QR-коды. Их требовали практически везде. Сегодня же на ревакцинацию люди не спешат. А стоило бы, говорят врачи. Дело в том, что бустерная доза вакцины, мы ее так называем медики, то есть у человека есть определенный уровень антител, который держится на определенном уровне, долго ли, коротко ли, и вот потом начинает снижаться. И каждая последующая вакцинация, она позволяет резко повысить этот уровень антител. Причем он тем выше, чем чаще эти делаются ревакцинации. Вторая, третья, четвертая будет еще больше повышать защитный уровень и, соответственно, защищать вас от коронавирусной инфекции. Выбор вакцин в российском сегменте небольшой. Epivac Corona, Covivac и Sputnik V. Согласно исследованиям, самый лучший признан именно Sputnik V. На сегодняшний день выбор небольшой. У нас есть в наличии Sputnik V. Но Sputnik V – это двухкомпонентная вакцина. Так вот, первый компонент – это фактически тот же самый Sputnik Light. Поэтому вполне допустима ревакцинация первым компонентом Sputnik V. Делается одна прививка для людей и переболевших, и для тех, кто прививался более чем шесть месяцев назад. Такой срок полгода выбран не случайно. Согласно последним исследованиям, так называемый защитный иммунитет держится от трех до девяти месяцев. Короче, полгода в среднем. Но ничего страшного, если человек с высоким титром антител ревакцинируется раньше, чем эти самые антитела у него пропадут. Правда, перед уколом с врачом все же лучше проконсультироваться. Есть нюансы, как, например, хронические заболевания. В таком случае рекомендовать могут другую вакцину. Идеальный вариант пока существует только в лабораториях. Говорят, уже разработана вакцина с новым антигенным составом. Как раз он создает иммунитет против действующих штаммов коронавируса. Но новый вариант еще не производят. Видимо, ждут команды. Возможно, надеются врачи, она прозвучит в ближайшие пару месяцев. Пока же предпочтение в ревакцинации стоит отдать проверенному спутнику. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте. город62.тв. И в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова